Всем привет! В сегодняшнем видео я расскажу об одном легендарном советском боксере. На занятиях тренер часто нам рассказывает про Вячеслава Лемешева, а я к своему стыду в настоящее время ничего и не знал о нем. В общем решил заполнить пробел в своих знаниях. И вот что мне удалось узнать об этом удающемся спортсмене. Феноменальная реакция и умение вовремя нанести встречный удар правой сделал Вячеслава Лемешева одним из опасных нокаутеров того времени. Многие знают как опасен встречный удар. Хорошая маскирующая работа левой передней рукой и мгновенный невидимый удар правой. Пробив этот удар Вячеслав разворачивался и шел в свой угол, зная что соперник уже и не поднимется. Так было и на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. В полуфинале Вячеслав Лемешев встретился с главным фаворитом соревнований американцем Марвином Джонсоном. Во втором раунде все было кончено. Рефери дважды отчитывал американцу нокдаун, после чего бой был остановлен. А ведь Марвин Джонсон это будущий трехкратный чемпион мира в полутяжелом весе. На финальный бой с финским боксером Рейма Виртаниным Вячеслав Лемешев вышел с травмированной правой рукой, обработанной обезболивающими. За весь поединок, а длился он всего лишь две минуты 17 секунд, Яна считал всего лишь пять выброшенных ударов правой, из которых два не достали Виртанина. А вот после каждого из трех ударов, что достигли цели, финский спортсмен оказывался на полу. Причем в третий раз он упал уже ничком и не смог самостоятельно подняться. Бой был закончен. Только вдумайтесь, всего три попадания и в результате два нокдауна и нокаут. И это в первом же раунде, да еще на Олимпиаде. Фантастика, да и только. Дон Кинг в интервью журналу «Ринг» в 2003 году сказал про Лемешева «Я никогда не забуду нокауты этого парня». Травма кисти, полученной Лемешевым в ходе поединков на Олимпиаде, казалась более чем серьезной. Требовалась операция, но в Советском Союзе эту операцию сделать не могли. А для того, чтобы отправить на лечение травмированного спортсмена туда, где ему могли помочь, в Госкомспорт не нашлось средств. Сойдет и так. А Вячеслав Лемешев был не из тех, кто жалуется на боль. В 1973 году перед чемпионатом Европы в Белграде он скрыл факт, что испытывает сильнейшие боли в поврежденной руке. До самого финала он бережет правую руку, боксируя левой. В финале он победил сильного румына Нестока. Дальше были победы на чемпионате СССР и чемпионате Европы в Польше. В 1976 году состоялась матчевая встреча боксеров СССР и США. Вячеслав одолел будущего олимпийского чемпиона Майкла Спинкса. Это была последняя его международная победа. К тому времени из-за травмы Вячеслав потерял способность наносить свои невероятные удары правой рукой. Госкомспорт принял решение отправить на Олимпиаду в Монреале другого спортсмена, который, кстати, в финале проиграл тому самому Майклу Спинксу. В 1977 году, официально завершив карьеру, Лемешев отправляется в командировку в ГДР, где тренирует других спортсменов. Он выходит на ринг на показательные бои, несколько раз проигрывает нокаутами, и это сильно сказывается на его здоровье. Характер у Вячеслава был мягкий, он никому не отказывал в помощи, он не был бизнесменом и не делал сбережений. Последние годы жизни Вячеслава поддерживали жена и друзья, а государству он был не нужен. Олимпийский чемпион, ставший уже в 40 лет инвалидом, был вынужден работать на кладбище. Он умер в 1996 году, ему было всего 43 года. Вот вроде и все, что хотел рассказать. Друзья, если есть чем дополнить, пишите в комментариях. Всем пока.